Проверяющие органы, чиновники и общественность усилили контроль за общежитиями после трагедии в Алматы. И вот очередной тревожный сигнал именно с этого мегаполиса. Оказалось, что местных студентов заселили в недостроенное здание. Как выяснилось, неприспособленное для жизни строение возведено еще и незаконно. А самое интересное то, что университет имени Абая подписал меморандум о размещении там 700 студентов. Подробности в эксклюзивном материале Амина Абдрахманова. Это здание находится в самом центре Алматы. Когда-то в нем незаконно располагалось развлекательное заведение. Однако владельцы строения вскоре его закрыли. И, сделав перепланировку, сдали комнаты в аренду. И это при том, что назначение у здания не жилое, а административное. Это незаконно построена пристройка и есть предписание, есть решение суда. Но, несмотря на все это, сейчас в здании проживают люди. Мы обеспокоены тем, что студенты живут в таком строении и здесь может быть опасно. И мы хотели обратить внимание общественности, особенно после вчерашней трагедии. Сейчас здесь проживают не только студенты. Также комнаты арендует и семейные граждане. По соседству строители и рабочие из других стран, которые продолжают вести ремонтные работы. В управляющей компании заверяют, что документы приведут в порядок. Но пока выселять постояльцев не собираются. В данный момент мы приняли к себе только 50 студентов с разных вузов. В дальнейшем мы готовы принимать еще. Но, опять же, скажу, что только после того, как все правоустанавливающие документы на объект будут приведены в соответствии с нормами. Между тем, в городском Акимате о незаконном строении знают. Говорят, что есть даже решение Межрайонного экономического суда о частичном сносе. Однако о том, что здесь живут люди, представители администрации города, узнали от съемочной группы. Не имея правоустанавливающих документов, не имея акта вводную эксплуатацию, проводя незаконно строительные работы, собственники сдали первый этаж под общежитие количеством 50 человек. Хочу подчеркнуть, что это незаконно и крайне безответственно. Сейчас представители бизнес-центра «Эталон» подали апелляционную жалобу в суд. Тем временем, как пояснили в Акимате Алматы, управляющая компания заключила меморандум на размещение в здании еще 700 студентов из КЗНПУ имени Абая. Кроме этого, ведутся переговоры с другими учебными заведениями. По словам владельцев здания, строительные и ремонтные работы никому не мешают. Однако возникает резонный вопрос, кто будет нести ответственность в случае чрезвычайной ситуации. Амина Абдрахман, Варсин Сандыбаев, Атамикен Бизнес.